В ночь на 22 января в небе над селом Пушкино, что в Калининском районе, стояла багровая зарева. Горела уникальная, известная далеко за пределами Тверской области, мастерская по изготовлению гуслей. Отец проснулся в 3 часа 30 минут, и уже пламя было, и разбудил меня. Я вскочил, посмотрел, уже все полыхало. Огнем уже туда было в помещение не зайти, оттуда такой прям серьезный огонь был, почему-то была открыта дверь. К моменту прибытия пожарных деревянная постройка уже полностью была объята огнем. К счастью, обошлось без пострадавших. Помещение использовалось исключительно в производственных целях и по ночам пустовало. Но большая часть из того, что хранилось внутри, оказалась полностью уничтожена. Уничтожено оборудование, цех двухэтажный, заготовки, материалы на будущие инструменты. Только там одних дек и доски было там тысяч на четыреста, наверное. Вот, дорогие породы дерева. Вот, всего где-то ущерб около двух миллионов рублей. Мастерскую, основанную Сергеем Горчаком, знают сегодня по всей России. Знают в первую очередь те, кто увлекается изучением старинных русских традиций, быта и фольклора. Сергей изготавливает гусли. Восемь лет назад молодой человек переехал сюда, в Пушкино и Санкт-Петербург. Не имея профессионального образования, разработал авторскую технику изготовления древнерусского инструмента. Вот это густые деревни Столбово Псковской области. Вот, но они сделаны из кедра и из еловой резонансной деки. Вот, это прям по образцу, так скажем, этнография. То есть это, ну скажем так, достояние традиционной культуры. В минувшем летом мастерская Сергея Горчакова отметила свое пятилетие. Дела шли в гору. В год здесь могли изготовить до полутора тысяч инструментов. Коллектив мастерской разросся. В последние годы под началом Горчакова уже работали 14 человек, в том числе местные жители. Пожар для коллектива мастерской стал настоящей трагедией. Слезы на глазах у себя. Но шок, конечно, для всех это колоссальная потеря. Столько трудов, то есть все в пустую, когда увидели. Большая для нас потеря. Это было не только работа, это было хобби большое для нас. Все сюда шли с настроением работать. Теперь мы будем теперь. Сейчас мысли в кучу соберем. Будем дальше стараться все восстанавливать. Мастерская будет восстановлена, твердо заявляет Сергей Горчаков. Уже объявлен сбор пожертвований. Ежечасно Сергею поступают десятки сообщений и звонков со словами поддержки. Звонят даже из-за рубежа. Сотрудники МЧС тем временем выясняют причину пожара. Одна из основных версий – поджог. Взгорание, к сожалению, совершенно непонятно. Потому что в полдесятого вечера было вообще все спокойно, тихо, никакого ни дыма, ни запаха. В один с вечера мы тоже выходили. А в три часа что-то вдруг сполохнуло. Кому могла прийти в голову мысль поджечь мастерскую? На этот вопрос Сергей Горчаков ответит затрудняется. Конфликта с местными жителями, говорит молодой человек, у него не было. Место пожара уже обследовали сотрудники правоохранительных органов. Как стало известно нашему телеканалу, материалы проверки, проведенные региональным управлением МЧС, переданы в УВД по Тверской области. Денис Тренов, Виталий Осипов, ТВ Тверь. Денис Тренов, Виталий Осипов, Тверь.